Чтобы накормить своих тёлочек, аграрии не жалеют времени и сил. Ведь за зиму одна корова съедает до 30 центнеров различных кормов. Первые косилки прошли в полях буквально вчера. Сейчас очередь жаток. Траву метают в небольшие волки, чтобы в ней не осталось влаги. Для того, чтобы волки подвялились, и потом производится подбор зелёной массы комбайнами, для транспортировки в бетонные ямы и заготовки её для дальнейшего использования и кормления скоту. К июле в регионе успели заготовить 6,5 тысяч тонн сена и 11 тысяч тонн сенажа. А за весь сезон предстоит собрать полмиллиона тонн. Основная диета бурёнок – это люцерна и донник. Также коров балуют кукурузой и зерновыми смесями. Заготовка культур для содержания нашего скота в районе 80 тысяч тонн нужна. Это половина сенажа и половина силоса, чтобы был переходящий запас на следующий год. Сейчас именно Коэлга славится своими рекордными надоями. Это одно из трёх хозяйств, где получают 100 тонн молока в сутки. Среди 8 тысяч голов есть настоящие стахановцы. Например, корова лада – одна из самых удойных. Здравствуй, моя ладочка. Здравствуй, иди ко мне, иди, моя девочка. Это наша рекордсменка лада. Она за сегодняшний день дала больше 50 литров молока. Но животноводы хотят побить и этот рекорд. Цель – надоить 40 тысяч тонн в год. Чтобы достичь этой планки, перешли на систему трёхфазного доения. Прибавка была 7 тонн, и мы через месяц вышли на показатель 100 тонн 800 килограмм. То есть у нас надой надойной коровы составил почти 33 литра надойной. Такого показателя в хозяйстве ещё не было. Конечно, такие показатели были бы невозможны без новых технологий. Самая большая молочная карусель в регионе позволяет одновременно доить здесь 70 с лишним коров. Ценят в кооперативе и современную кормоуборочную технику. Кстати, следить за трендами – дело выгодное. В помощь на развитие хозяйство и фермеры получают субсидии. Идёт так называемая племподдержка. Есть субсидии на продажу племенного молодняка. В нашем хозяйстве примерно в структуру доходов, в субсидии, самое различное строительство, на корма и так далее, составляет порядка 12%. В этом году южноуральцам, отвечающим за продовольственную безопасность, добавили денег. На поддержку агропромышленников направят почти 3 миллиарда рублей. Наталья Петрухина, Артур Фазлеев, 31 канал.